В современном обществе немногие семьи решаются заводить более двух детей, но есть те, которые не боятся трудностей, связанных с переходом в статус многодетных. Численность таких семей за 4 года выросла в Оренбургской области практически на 60% и в настоящее время превышает 19 тысяч. Мы побывали в гостях у одной из таких семей. Семеро детей, 5 девочек и два мальчика. Мы хотели бы еще, вот подлечимся, если Бог даст. Конечно, хлопот много, хватает и бывает и огорчение, но все равно радости, которые получаешь от детей, вот смотришь, как они растут, как они там развиваются, намного больше. Это все равно стоит того. Я вообще, когда женился, я жене подарил 15 роз и говорю, я хочу 15 детей. Жена согласилась, но немножко трудности были, конечно. Я плохо понимал, что такое семейная жизнь. Но слава Богу, сейчас растем, учимся, меняемся. И слава Богу, пока мы живые, мы можем меняться. Бог нам помогает во всем. Ну, я вообще рассчитывала на трех. Ну, как-то трое, а не немножко это так. Получилось семь. Я думаю, что все-таки это не предел. Марсель Равильевич – глава семьи. Он принимает на себя ответственность за всех ее членов. Именно на его плечи ложится функция добытчика и кормильца. Я вот в 40 лет пошел, отучился на сварщика. Сейчас уже становлюсь профессиональным, таким хорошим сварщиком. И мы все можем. Мы растем. Главное – учиться, способность учиться, обновляться, надеяться на лучшее, идти вперед. Хотелось бы заработать побольше. Не получается мне пока нормальную семью обеспечить. Очень хочу подзаработать нормально. Надеюсь на Господа, что у меня получится в этом году уже. Постараюсь подняться, поднять семью получше. Приятный запах выпечки встретил нас с самого порога. Все аккуратно убрано, повсюду чистота, а дети обстираны и опрятно одеты. За все это в семье отвечает Снежана Анатольевна. Старшие девочки нам здорово помогают. Так, конечно, спасибо им. Они выручают меня. Посуду как бы разобрать и пол помыть, убраться, там с малышами понянчиться. Побладить. Белье гладить, да, я не знаю, что это такое, глажка белья. Молодцы. В какой у нас поддержке нуждаетесь? Какие трудности, возможно, испытываете в связи с большим количеством детей? В любой многодетной семье, мне кажется, финансов обычно не хватает. Вообще, вот дети в школе учатся, как бы, вот, у меня вот тоже много вопросов возникает с питанием, вот, в школе. Я задавала вопрос, мне сказали, что дети ваши, то есть, обязаны питаться в столовой. И платить для нас, это, конечно, проблема очень большая. Даже четыре школы. Ну, вообще, вот, много, конечно, трудностей бывает, и с мебелью, и там, и вообще, с учителями. Ну, государство, вот, какую поддержку на данный момент уже оказывает при наличии статуса многодетной семьи? Ну, вообще, мы вообще вот, нам помогают, мебель, вот, там, такое, потому что, для нас, купить и купить мебель, это проблема. Мебель, вот, подарители, там, ледовую технику. Нам на утренники, вот, приглашают, вот, то есть, вот, подарки тоже дарят детям. Раньше семья ютилась в общежитии и переехала в трехкомнатную квартиру только два года назад, что и поспособствовало появлению седьмого ребенка Теперь же за широким кухонным столом собирается все семейство В комнатах дети могут играть и учить уроки за своими персональными столами, ну и конечно творчеству в ней тоже находится место У каждого здесь своя полка, это Иришкина А вон там вот Маришкина Любимое дело дома, когда мы на каникулы сидим и отдыхаем просто на выходных Мы вяжем, как вот это Если у тебя есть друг, то не надо ждать квартиры, не надо ничего ждать там Вместе преодолевать эти трудности, рожать детей Господь Иисус Христос сказал, что кто принимает ребенка, тот меня принимает И это заповедь Божия, плодитесь и размножайтесь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова